В эфире новости в студии Андрей Белов. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Сегодня состоялась первая в этом году пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава региона рассказал журналистам о задачах, которые стоят перед правительством. Губернатор сообщил, что сейчас решается вопрос о ремонте М7 в Петушинском районе. Это одна из самых загруженных трасс в стране. На многих ее участках состояние дорожного полотна оставлять желает лучшего. Поэтому возникают пробки и другие проблемы. Решать их сложно, так как М7 – федеральная дорога. Я могу честно сказать, сердце крови обливается, потому что если бы в таком состоянии была бы какая-нибудь муниципальная дорога, я вам точно говорю, какой-нибудь глава муниципалитета сел бы. С федеральной дорогой нам до них сложно добраться. Информирую вас, что ровно сегодня, где-то в 3 или в 4 часа, у нас будет федеральное координационное совещание с приглашением представителей Федерального дорожного агентства и управления дороги М7, где будет рассматриваться как раз вопрос по ремонту на участке Покрова, состоянии южного обхода, моста через Клязьму. И все эти вопросы будут обсуждаться. Столица региона остро нуждается в строительстве второго моста через Клязьму. Губернатор сообщил, что в феврале этот вопрос он обсудил в Совете Федерации. Проект требует вложения больших денежных средств, нужна федеральная поддержка. Действительно, первое предположение это в районе Хлебзавода, коридор, который выходит сначала на железную дорогу, потом на Клязьму, значит, и выходит на дорогу, ну, коммунар Захлязьминский-Ладога, да, туда. Мы предусматриваем средства порядка 120 миллионов на проектные работы. И прямо сейчас идет проработка альтернативных коридоров. Александр Авдеев отметил, что решение требует и проблемы с автобусными перевозками, в том числе во Владимире. Примерно половина подвижного состава в столице региона требует замены. Область помогает городу справиться с проблемой. В федеральном министерстве одобрили заявку на приобретение 100 автобусов разной вместимости. Идут согласования по закупке. Есть вторая программа, на которую средства в своем послании акцентировал президент выделения средств. Это инфраструктурные бюджетные кредиты. Еще добавил 50 миллиардов рублей на страну, по которым именно эти 50 миллиардов пойдут на закупку тоже общественного транспорта. Но пока есть такая информация, что, скорее всего, это будут троллейбусы. Нам и во Владимире нужно примерно 20-30 троллейбусов обновить. Плюс закупить для Коврова. Для Коврова тоже есть свой план. По-моему, 15 единиц техники будет закупаться. Насколько доступен во Владимире общественный транспорт для инвалидов, проверили сотрудники прокуратуры и ГИБДД. Инспекцию они провели на конечной остановке на улице Фатьянова. Нас интересует, имеется ли кнопка для связи с водителем, таблички со шрифтом Браэля, аппарели, либо пандусы, звуковой информатор с номером маршрута. Сейчас мы устанавливаем факт либо наличия, либо отсутствия данных средств оснащения. Ревизоры проверили транспорт трех перевозчиков. Только у одного автобуса отвечали всем требованиям. Две компании получили предупреждение. Если они не исправят ситуацию, перевозчикам придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. А сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние автобусов, замерили давление в шинах, осмотрели путевые листы и выяснили, не просрочены ли у водителей права и страховка. Каждый день проводится ежедневный осмотр. После приемки механиком автобусов в гараже и при выезде на линию. Проверяют утечку, масло, исправность рулевого управления, исправность тормозов. Продолжаем выпуск. В столице региона откачивают воду с улиц. Из-за плюсовых температур снег и лед тают очень быстро, образуются глубокие лужи. За сутки сотрудники Владимирводоканала откачивают свыше 60 кубометров воды. Чтобы убрать ее с дорог и тротуаров, специалисты расчищают решетки ливневок. В областном центре 140 километров сетей. На всех участках проведут ревизию. Заявку на откачку талых воз жители города могут подать на круглосуточную горячую линию. Во Владимире прошел слет замещающих семей. Его участниками стали опекуны и приемные родители из разных районов области. В нашем регионе в таких семьях живут более 2,5 тысяч детей. С какими трудностями сталкиваются приемные родители и дети, у которых начинается новая жизнь, подробнее расскажет Татьяна Гордеева. Приемной дочери Леоноры Шошиной Наталье 17 лет. В 12 девочка потеряла мать. В это нелегкое время на помощь пришла семья тети. Наташа переехала из Воронежа во Владимир, где обрела новый дом. Трудностей было немало, говорит Леонора. Их преодолевали вместе. Трудности были любого бытового характера, учебного характера. То есть были проблемы с учебой. Забирая ее с Воронежской области, я привезла ее с шестью двойками. Были ряд проблем, связанные с новой семьей, с новыми порядками и укладами в этой семье. Сейчас Наташа учится в педагогическом колледже. Она решила стать учителем начальных классов, как и ее приемная мама. Я хочу связать свою жизнь с детьми, с преподаванием, так же, как и моя мама. У нас с ней очень хорошие отношения. И думаю, в дальнейшем все будет только хорошо, все лучше и лучше. На слет замещающих семей приехали более 300 человек из разных районов области. Для детей устроили настоящий праздник. На мастер-классах можно было попробовать себя в рукоделе, научиться делать опыты волшебной лаборатории, а весну встретить танцами и народными забавами. Красный, желтый, зеленый. Попробуешь? Давай еще раз. Сейчас мы учимся заплетать на Масленице русскую курсу. Вот так вот. Мальчишки рядом, которые уже научились это делать, сейчас учимся дальше. Слет замещающих семей в нашей области проводится уже в седьмой раз. На нем благодарностями отметили самых активных опекунов и приемных родителей. В числе награжденных Татьяна Васенина из Кольчугина. Женщина воспитала четырех родных и восемь приемных детей. Увидели в больнице девочку. У меня лежала племянница. К ней никто не приходил. Пришла дочка, говорит, мам, давай возьмем. Она такая хорошенькая. Ну и дальше закрутилась. Сначала появилась одна, потом привезли вторую. Тоже сказали, такая хорошенькая девочка, хотят отправить в детский дом. Ну возьмите, вы сможете. Ну и правда смогли. Всего в нашем регионе около трех тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Две с половиной тысячи из них живут у опекунов или в приемных семьях. Их труд очень важен, отмечают в Министерстве образования. Каждому ребенку, который потерял своих родителей по той или иной причине, в любом случае нужна любящая семья, крепкая основа. Потому что мы понимаем, что в любом возрасте важно возвращаться домой и понимать, что тебя там ждут родной человек. Во Владимирской области приемные родители и опекуны получают финансовую поддержку. С этого года ежемесячные выплаты на ребенка вне зависимости от возраста составляют 13,5 тысяч рублей. Также есть льготы по оплате коммунальных услуг, организации отдыха и лечения. Но самое главное для приемных родителей – это успехи детей, которые благодарны за тепло, любовь и шанс на новую счастливую жизнь. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. Завтра во всех регионах страны судебные приставы проведут прием членов семьи участников специальной военной операции. Во Владимирской области родственников мобилизованных ждут с 10 до 18 часов. Судебные приставы разъяснят им права. В России принят ряд законов, которые защищают участников СВО. Это кредитные каникулы, отмена судебных процессов с участием мобилизованных. Если исполнительное производство находится у приставов, они обязаны приостановить взыскание долгов. Кредиты погибших военнослужащих и членов их семей обязаны гасить банки. Правительство региона объявило молодежный конкурс на лучшую идею благоустройства исторической части поселка Муромцево. Таким образом, власти хотят привлечь внимание туристов к усадьбе Харповицкого. Участниками конкурса могут стать студенты, самозанятые и предприниматели в возрасте от 16 до 34 лет. Главное, чтобы они специализировались на дизайне и архитектуре. Подать можно только один проект. Работы принимаются до 31 мая. Победители определят в июне. Авторы лучших проектов получат премием. За первое место 150 тысяч рублей, за второе 100 тысяч, а за третье 50. Обсудить разные идеи и подходы к благоустройству и поселковой части, и, соответственно, переходом уже в парковую и музейную территорию и ансамбля, для того, чтобы двигалось в сторону туристической привлекательности, появления объектов туристической инфраструктуры. И желательно, чтобы приняли участие наши и студенты, и проектировщики, и архитекторы. Сегодня каждый пятый родившийся во Владимирской области малыш получает свидетельство о рождении в электронном виде. Документы мама получает во всех роддомах области. С начала года им выдали более 200 свидетельств. Стартовал проект в областном перинатальном центре. Одна из главных задач – это обеспечить комфорт и удобство для наших пациенток. От и до, как говорится, и обеспечить регистрацию деток. Доктор, который принимает роды, заполняет медицинское свидетельство о рождении. Также в электронном виде. Оно направляется в федеральную систему и приходит, соответственно, в течение первых суток пациентке на госуслуги, на портал госуслуг. Для оформления свидетельства в электронном виде мама и папа новорожденного малыша должны зарегистрироваться на госуслугах. При желании родители могут оформить и бумажный вариант документа. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.